привет с тобой снова мамедыч и сегодня сегодня нет мы не будем определять что было первично курица я думаю что это цыпа нам сегодня поможет или яйцо но сегодня мы будем делать уникальную операцию тренировка для хирурга или нейрохирурга мы будем пересаживать а яичную оболочку от одного яйца к другому ну что я думаю тебе уже интересно поехали и так сегодня со мной мои верные помощники мои любимые бинокуляры набор микрохирургических и не очень инструментов ниточка 7 0 2 яйца и это называется дремель вспоминал как называется он будет имитировать краниатом или бор который мы используем когда проводим трепанацию итак начнем делаю что-то вроде трепанации на яички правда моя учительница по биологии просила разделять понятие яйцо и яичко и так тут в действительности как при настоящий трепанацию попасть на когда мы делаем трепанацию удаляем часть черепа мы встречаем твердую мозговую оболочку также и тут мы встречаем оболочку яйца в нейрохирургии очень сложно совмещать и силу крепкость рук и в то же время интимную работу с тканями так сейчас поможем себе другими инструментами очень легко в данном случае поранить оболочку не хочется мне этого сделать очень часто мы встречаемся с тем что у пожилых людей твердая мозговая оболочка прирощена к черепу иногда она повреждается при например выполнение трепанации ну почему мы здесь тренируемся потому что в реальной жизни мы довольно таки часто встречаемся с тем что нужно удалить часть твердой мозговой оболочкой оболочки например когда она прощена опухолью менингиомой или просто сделать пластику твердой мозговой оболочки когда это нужно например предокомпрессивной трепанации черепа что я думаю стоит нам больше делать выкрутасов оставить это яйцо в покое тут немножко видим повреждения думаю отсюда и начнем делать нашу операцию так удаляем когда нет микро ножниц можем использовать маникюрные то мы сделаем небольшой дефект такой дефект у нас оказался теперь меняем местами яйцо донор яйцо рецепиент так приступаем к яйцу донору а а а и теперь немножко доделываем работу вот мы тут и встречаемся с проблемкой чуть-чуть повредили повредили оболочку не думаю что это фатально так теперь нужно нам сравнить донора и рецепиента так тут уже помню засохла эта штука все донор должен быть побольше чуть-чуть хитрым образом сделаем ответственный момент потому что от этого зависит судьба всей операции вот такая штука получилось теперь снова меняем местами убираем донора ставим на место пациенты рецепиента берем иголочку с ниточкой 7 налей тяжелее всего ее вообще увидеть даже увидеть тяжело ну что попробуем дело это очень серьезная потому что и поэтому и потому что может прорезываться наша . так ну шьем мы как всегда по правилам спп симметрично перпендикулярно проверены тут мы накладываем узловые швы потому что чаще всего при микрохирургии они удобнее можно было бы это сделать под микроскопом конечно же но нельзя туда приносить биоматериал чужой куриный например вот поэтому довольствуемся тем что есть здесь не помешал бы ассистент но придется справляться одному теперь с другой стороны накладываем так где наш иголочка вот она делаем прокол сначала здесь потом уже чуть побольше и отступаю чтобы было меньше вероятность прокола да ребят это вам не банана шить и и и и и Ручки дрожат. Меня часто спрашивают, будущие хирурги или будущие врачи, смогут ли они стать хирургами, если у них есть тремор. Если у вас нет тремора, это вообще странно, потому что обычно тремор бывает у всех, не стоит этого бояться. Со временем он проходит или просто не мешает на операциях. Но не нужно об этом сильно беспокоиться. Избавляемся. Нужно вам. Напоминаю, это просто простой узловой шов. В микрохирургии очень распространена практика наложения узловых шов. Потому что иногда, довольно-таки часто, сложно накладывать объявной. Тут можно было бы попробовать тоже объявной шов. Конечно, можно практиковаться. Но тут очень высокая вероятность разрыва оболочки. Поэтому думаю, что здесь именно такой шов уместен. КОНЕЦ Ну что, ребят, я думаю, что у нас трансплантация оболочки яйца удалась. Посмотрите, по-моему, довольно-таки милая заплаточка. Но сейчас мы проверим ее на функциональность. Я предлагаю так, если 5 секунд выдерживает напор содержимого яйца, то операция прошла успешно. Ну что, пробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, я думаю, что заплатка выдерживает. Я думаю, что заплатка показала свою функциональность, и мы справились со своей задачей. Ну что, я думаю, что вам понравилось это видео, но не закрывайте его, потому что я предлагаю вам сделать флешмоб. Очень многие мне присылали фото своих бананов. Не подумайте еще о плохом. Своих сшитых фруктов и сделанных журавликов. Поэтому я предлагаю тоже вам прислать видео или фото сделанных заплаток для яиц. И прислать мне, и мы сделаем с этим какое-то видео или сюжет. Поэтому работаем вместе на результат. Ну, я думаю, что тебе это видео понравилось. Мне самому было крайне интересно вообще это делать. Обязательно поделись этим видео со своими друзьями и знакомыми. Ставь лайк или дизлайк, если не хочешь таких видео. И ты был на канале Мамедыч. С любовью все. Пока-пока.